внутри находятся инструменты о карта с ней сид карта p2 этажа записать данные да 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 записывай о еще одна женщина она без сознания она умирает вот так вот она же дышит ну вот к ней чего-нибудь там у тебя же есть ускоритель какой-то вот кни схема цепь схема цепи отображающая состояние аварийной системы подачи энергии сейчас она настроена на основной источник энергии в здании вы можете переключить аварийный источник подачи энергии на генератор 3 энергии да 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 конечно во во у елки-палки опять этот секретный ключ блин будь он не ладен так нефига 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 как нефига 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 Так, во, уже больше похоже на правду. Блин, один минус, да? Так, а если вот так? Оп. Отлично, сработало. Так, и чё, 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 чё? Генератор мы запустили. Да что ты. Удача энергии, сейчас энергия подаётся на генератор, третий энергии, больше не нужно использовать её. Ну, отлично. Так, чё тут? Так, нет, это выход. Давайте-ка. Там что-то записка какая-то была. Прочь. Ох, ты тут ещё, вон, кейсики есть. Это записка исследователя. Прочути файл, да, конечно. Кирк в последнее время прячет всё от исследователей в знак демонстрации солидарности. Персонал лаборатории П-1 решил узнать, что замышляют Кирк и военные работники. Для начала удалось установить устройство прослушивания переговоров на складе деталей, где проходят их встречи. Устройство включается от звука и записывает автоматически. Оно также может проигрывать записи. Это лучший способ что-либо разузнать. Нам нужна ID-карта Кирка для проверки генератора. Мы знаем его регистрационный номер. Он 31415. Всё, что нам нужно, чтобы подделать ID отпечатки пальцев. Вот, видите, наконец-то мы получили ID доктора Кирка, но нужны, да, действительно отпечатки пальцев, как здесь сказано. Так, сколько у нас этих? Один всего. Ну-ка, красный. Эээ, нет, два штепселя надо. Так, а здесь? Надо же штепсель, чтобы открыть его использовать штепсель. А, ну давайте его хотя бы откроем. Так, оживление. О, оживление-то нам поможет сделать ещё один дротик. Отлично. Так, выходим, делаем дротик. Так. Отлично. Ещё один дротик. Просто красавеллы. Два дротика. И тут ещё. Два. Три-один. Отлично. Снотворное лекарство. Так, если снотворное. С лекарством за комбинити. Простор для мыслей такой. Так, оп. Р плюс плюс. Так, а если ещё лекарства туда нафигачить? Без ускорителя. Так, смешиваем. Смешиваем. Смешиваем гемостат. Гемостат с... Во. Так, а что, ускорителя нету больше? Так, это лекарство. Ой, нет. Так, 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 так. Центральная лестница. О, ускоритель. И тогда ещё оживление. Сейчас, по-моему, должно получиться всё. Так, ускоритель... Смешиваем. Во. Да. А, нет, Б получилось. Б... 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 То есть нам нужно ещё... Чё нам нужно ещё? Так, нам нужно... Да лекарства, наверное. Лекарства сейчас ещё туда тогда. Вот тригинга какая она... Затейница, а? Так, чё, Б плюс, да, чтоб тебя. Ещё один нам плюс нужен. Плюсаните нам что-нибудь. Вот. Ой, моё, моё лекарство. Лекарство. Сейчас, сейчас будет у нас ещё один смертоносный дротик. Ха, Б плюс плюс, отлично. И теперь... Это дело с оживлением. И вот оно. Ещё один дротик. Комбинем, сорт. Во. И место появилось свободное. Дротик я. Три, два, пять штук. Великолепно. Просто великолепно. И у нас ещё там в красной должны быть. Дверь закрыта с обратной. Кто-то там сидит. С обратной стороны. Так, и чё? В каком-то управлении третьей энергии. Так, сейчас-то, кстати, мы подачу энергии включили. Сейчас у нас тут, по крайней мере, запуститься должно хоть что-то. Внимание, проверка генератора завершена. Внимание, для работы с генератором необходима карточка-ключ. Вау. Ага. Выстрел был. Регина разозлилась. Не на шутку. Достала её уже здесь бегать туда-сюда. Ой-ой-ой. Растерзали доктора. Ой, чё это было. Она застрелена насмерть. Она не дышит. У неё в руке записка, написанная кровью. О. 12-81. Угу. Вот так вот застрелили женщину. Это устройство, записывающее данные, когда включен генератор третьей энергии. Кто-то работал на них окровавленными руками. Отчётливо видны отпечатки пальцев. Так. Угу. Угу. О, я думал, это Гейл пришёл. Нет. Проход в личную лабораторию. Опа. Вот она. Ага. Это этот прохвост. Давай, Регина. Давай. Погнали. Надо догнать его. Нам нужны его отпечатки пальцев. Снять их с живого или с мёртвого. Так. Не двигаться. Что вы делаете, доктор? Вписывай своё имя в историю, как изобретатель универсального источника энергии. Открой глаза, безумец. Ваше открытие станет лишь очередным страшным оружием. Похоже, ты обладаешь даром предвидения, а? Жаль, что тебе придётся умереть. Рик, цель захвачена. Выйди на связь. Прошу прощения, что прервал вашу речь, док. Продолжайте. Да, я продолжу. Три года назад я открыл, что освобождённая третья энергия изменяет пространство. Сначала я думал, что энергия меняет участок пространства на такой же из альтернативного пространственно-временного континуума. Но я ошибался. Пространство не перемещалось, оно сменялось. Попробую объяснить так, чтобы даже женщина поняла. Третья энергия может заменить область пространства на её же, но и с другого времени. Что? Да, и сегодняшний финальный эксперимент это доказал. Эффекты его вы наблюдали сами. Эти ящеры жили на Земле, где сейчас стоит комплекс, около 65 миллионов лет назад. Так вот как динозавры попали в наше время. Именно. И это сделал и я. И сколько человек погибло ради этого открытия? Да какая разница? Цифры не имеют значения. Скажем так, их было много. Необычная смерть для обычных людей. Ты не согласна? Ты настоящее чудовище. Чудовище или герои? Мне всё равно. Только мой эксперимент имеет значение. Хватит. Сейчас имеет значение только одно. Твоё изобретение не даёт нам уйти отсюда. Вам нужно уничтожить вихрь. Единственный способ это сделать — добиться перегрузки генератора третьей энергии. Теоретически, третья энергия и вихрь должны уничтожить друг друга, если войдут в контакт. Но есть один момент. Если вы не остановите перегрузку генератора третьей энергии, весь этот регион может переместиться в другую точку пространственно-временного кондинератора. Значит, нам надо быть подальше отсюда, когда произойдёт перемещение. Всё просто. Но мы не можем запустить генератор. Ха-ха-ха-ха. У вас нет инициализатора и стабилизатора, верно? Где их найти? Успокойся. Они хранятся в одной из комнат уровня безопасности А на этаже П-3. Очень хорошо, док. Похоже, ты всё понимаешь. Мы выживем, ты выживешь. Так, ну вот мы наконец-таки догнали доктора Кирка. И он отдал свою карточку уровня А. Отлично. Теперь у нас есть ключи ко всем дверям. Хорошо. Я подготовлю программу, которая направит поток третьей энергии в пихрь. Я присмотрю за доктором. Редина, ты должна найти эти устройства и перегрузить генераторы. Они хранятся в одной из комнат уровня А на этаже П-3. Постойте! Весь этаж заполнен динозаврами. Тирекс тоже там. Прежде чем идти, надо взять ситуацию под контроль. Вот, возьми. Это чертежи, инициализаторы и стабилизаторы. Я наткнулся на них, когда просматривал базу данных. К счастью, неподалеку от нас есть складцев частей. Надо взять там нужные части и собрать устройство. Это смешно. У Редины нет необходимых для этого знаний. Мы даже не знаем, есть ли там эти части. Лучше попробовать найти уже готовые устройства. Там слишком опасно, она не справится. Тебе идти туда, Редина. Так что и решать тебе. Итак, твой выбор. Так, в очередной раз нам предлагают выбрать, за кем пойти. Я помню, когда мы с Лёхой эту игру проходили в детстве. Мы выбрали путь Гейла, и там очень сложно. Там реально жесть. Там опять с Тирексом. Блин, на это самое. Встретишься. Динозавров там кишмя кишит. В общем, мы опять выбираем стратегию Рика. Идти на склад деталей. На этаже П2. Не будем сами собирать эти инициализаторы и прочую ерундистику. Ладно, девочка. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Делай, что хочешь. Только не подведи. Так, и вот диск. С его помощью можно сделать инициализатор и стабилизатор. Чертежи. Конечно, с одной стороны, тут и Гейл прав, что говорит, как так, как у неё нет специального образования, как она может это всё дело собрать. Но, с другой стороны, Регина уже не раз доказывала, что майёт. И майёт побольше, чем эти двое вместе взятые. Домашние вещи, исследовательские документы перемешаны. Так что... Возможно, это личная вещь доктора Кирка, они покрыты пылью. Так. Чё тут? Штепселей нету, что ли? Дайте штепсель. Дьонт Бодами написано. Ха, прикольно. Не беспокоить. Библиотека доктора Кирка. Ха, попался упырь. Вы видели, какое вообще сволота какая этот Кирк? Вообще, ему по барабану сколько жертв, чего? Вот что значит делает с человеком? Ну, власть. Реально у него власть, да? То есть, такую энергию смог открыть. И, по сути, ну, это альтернативная энергетика всей этой нефтяной теме нашей сейчас. Ну, якобы, как бы, средствия от бок о бок, два дисплея. Так, всё, да? Чё-то тут ещё какая-то записка. Часть старого документа, на ней подпись доктора Кирка. Прочтёте? Ну, давайте, полюбопытствуем. Третья энергия, как новое оружие. Вот оно. Эдвард Кирк. Если реакция третьей энергии достигнет критической точки, то произойдёт феномен перегрузки. Когда это случится, мы не сможем ничего сделать. Большое количество энергии приводит к цепной реакции и разлагает окружающий воздух. Последующий взрыв уничтожит всё в округе. Если мы сможем управлять областью перегрузки, то третья энергия станет в буквальном смысле слова абсолютным оружием. Вот чё эта сволочь добивается. Мощность оружия зависит от количества энергии, которое мы сможем удержать до взрыва. Другими словами, возможность стабилизатора – ключ ко всему. Третья энергия была проектом политики совершенствования, создать основной источник энергии для стационарного оружия. Если мы изменим политику проекта в некоторых местах, то правительство сможет заполучить самое разрушительное оружие в мире. Однако наш текущий бюджет полностью расписан. Вы найдёте мои выкладки по бюджету в следующей главе. Ознакомьтесь и примите во внимание. Ну да, и бабки, конечно. Нужны спонсоры, чтобы такие громадные исследования производить. Ну, какой комплекс отгрохали. Ты ещё здесь? Найди устройство. Да, мать твою, я здесь. Ты-то будешь тут сидеть чаи и гонять с кирком. Ну-ка, чё не говоришь, что ли? Ну что, устройство у тебя? Ха-ха-ха-ха. Устройство не у меня. Ну-ка, отдай-ка мне свои отпечатки пальцев. Опа, а чё это, почему нельзя? А, не пошёл. Так, оп. Данные записаны в устройстве сбора отпечатков пальцев. Затереть данные, да. Собрал данные отпечатков пальцев. Только непонятно, она чё, с ноги у него отпечатки пальцев снимала. Так, ну-ка, ценные вещи доктора. Ну её моё, дайте штепсель. Где-нибудь, я же чую, он здесь должен быть. Чё, нет? М-да. Так, тут тоже, да, чё-то написано. Грубая схема генератора лежит на столе. Разные документы и компьютер ничего полезного. Не хотят штепсель давать. Так, дисплей для наблюдения за генератором. Так, чё у нас, какие двери открыты, закрыты? Так, это закрыта дверь. Ага, дверь открыли. Отлично, это у нас туда, к генератору. Но нам надо... А, ну мы сейчас здесь и пройдём, в принципе. Оп. Всё, близится к завершению, к завершению близится. Всё это ерундистика? Где? А, вот ты, блин, шипишь тут. Подлец. Я думал, где? Думал, сзади бежит. Так. Ага, теперь у нас есть ключик от этой двери. Ля-ля-ля-ля-ля. Чё у нас тут написано? Файл посланий от доктора Кирка персоналу. Они раздавались во все отделы до начала эксперимента. Прочтите файл? Да, конечно, прочту. Заметка подготовка стабилизатора и инициализатора. Убедитесь в том, что устройства готовы ко времени проведения эксперимента. Каждый из этих двух устройств состоит из следующих трёх частей. Сердцевина, защитная часть А, защитная часть Б. Всего нужно шесть частей. Все они хранятся раздельно в комнате эксперимента. В комнате планирования и на складе деталей. Когда вы найдёте все шесть деталей, вы можете собрать их в комнате эксперимента. Манипулятор независимости должен управляться человеком класса А. Ух ты, на классы ещё делят. Ещё бы по расовому признаку делили. Здесь показана информация с центрального терминала. Так, о! Шкафчик, двигаешься? Так, о, шкафчик. Так, чё один? Печально. Устройство подслушивания. На нём что-то записано. А, это про которое нам там говорилось, что исследователи не доверяют. Как установили жучок. Единственное, что меня беспокоит в новом генераторе стабилизатор. В треноминальных условиях он работает идеально, но... Но при определённых условиях возникают проблемы. Послушай, если в твоём распоряжении будет достаточно количества людей... Неужели ты не решишь эту проблему? Когда мы будем полностью контролировать процесс, в нашем распоряжении окажется буквально безграничный источник энергии. Всего этого можно достигнуть, если ты пойдёшь на сотрудничество. Безграничная энергия. Как тут отказаться? Комбинация пищащих сигналов в конце разговора. Хм... Что бы это могло быть? Так, ну... Я так понимаю, что Кирк разговаривал с этим вот полковником. Как его там? Кирби, Кирби. Так, а вот то, что там пропищало, это у нас сейчас головоломочка будет тут очередная. Чтобы использовать этот терминал, нужен диск. Чего диск? Планирование. А, это как раз тот диск, который нам сейчас Рик дал. Это хорошо. Так, смотрите, сколько у нас уже всякого барахла. Использовать терминал, да? Так, и здесь у нас... Вот интересно, здесь от каждого прохождения игры рандомно или нет? Нет, не рандомно. Это всегда одинаковый код, значит. А, хорошо. Вот мы... Ну, в общем, те звуки, которые услышали в записи, их воспроизвели здесь и... получили первые части... Ну, наверное, ну, чего тут стабилизатора? Или... Или инициализатора? Так, сердцевина. Прикольно. Блин, классно все так тут, конечно, разработано. Так, и еще... Сейчас... Так, нет, еще раз давайте заюзаем. Забыл я кое-что сказать. Сейчас немножечко поясню, что еще нам понадобится. Здесь как бы... Да, использовать. Вот мы использовали цифры, видите, чтобы воспроизвести мелодию. 3, 6, 7, 2, 0, 4. Вот. Ну, вы видели. И эти цифры надо записать. Обязательно. Потому что в дальнейшем они нам понадобятся. Мы уже с вами читали там подсказочку относительно цифр, которые мы используем для... за получение вот этой сердцевины. В общем, записываем их. В дальнейшем они нам понадобятся. Так, что тут у нас? Больше ничего нет, что ли? Си снова. О, отлично. Переделка цилиндра дает скорострельность гранатомета. Вау. Отлично. Гранатомет. Прокачивается у нас на гранатомет. Насколько я помню, у нас один апгрейд сего. Но он нам пока не нужен. Гранатомет. Особо защищенный сейф. Красный индикатор говорит о том, что сейф не работает. Ну и ладно. Нам тут, в принципе, больше ничего и не надо. Все. Валим отсюда. Так, что у нас тут? Так, это мы здесь выйдем в коридор, по которому мы уже блуждали. Так, и вот как раз попадем в ту мигающую комнату, да? Нам бы еще, по идее, попасть в комнату, переписать данные Кирка, карточку сделать. Так, ну по-моему, без нее мы еще пока справимся. Да, пошлите сюда. Так, нам в эту сторону, по-моему, надо. Так, я не ошибся-то хоть? Нет, не ошибся. Да, комната стабилизации экспериментов. Так, вот. По-моему, здесь. А, да, здесь нам еще вот, что понадобится. Сюда мы вводим код, который нам, помните, ну, женщину, которую убил Кирк. У нее в руке была окровавленная записка. 12.81. Вводим код. И здесь у нас очередной апгрейд. Вообще офигеть. Спас-12. Самый мощный дробовик получили в игре. Великолепно. Сейчас мы будем тут вообще всех разбирать на запчасти. Гляньте, какой у нас здоровый получился. Ух. Так. И... Да, код этот у нас, кстати, был. Вот записка исследователя. Вот 12.81. Который мы сейчас увидим. Почему она не исчезла, кстати, непонятно. Она, по идее, не нужна нам больше. Да, видите, в конце игры всегда беготни настолько много. Просто. Жесть. Так. Дождичка. А, здесь, по-моему, мы уже соберем. Да. Здесь. Мы соберем генераторы и инициализатор. Так. Диск планирования. Так, 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 так. Так. Диск планирования. Вставляем. Ну, просто, Регина, тебе можно будет степень доктора защищать. Докторскую. После этого. Тут. Без вопросов. Просто-напросто. Так, а чё? Одна, что ли, часть только? Подождите-ка. Внутри кис ничего нет. Это всё, что ли, что мы взяли? Мне вот что-то подзабыл. Или с другой стороны ещё там есть. Так. Чё-то тут записки какие-то. Нет? Нет, ладно. Так. Сейчас мы пойдём тогда на нижний уровень. И перезапишем карточку доктора Кирка. Так. Так, так, так. Можно здесь пройти через... Через эту... Через вентиляцию опять воспользоваться. Так, чё там? Где второй? Давай мордой стопейся. Гадской. Всё. Ребята, ребята, всё. Улетаю. Улетаю. Только Регину и видели. Пятками сверкнула. И вознеслась. Ох, Регинка. Специалист. Так, спущаемся. Так, 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 так. Это у нас тут сейф-рум. А, о, как раз мы сейчас прямо возле дуралей. Так, да, вот. Вот здесь мы с вами сейчас и восстановим карточку докторишки. Благо у нас его отпечаточки-то есть. Сейчас мы их сюда навставляем. А, нет, нажите. Найди карту. Да, да. Найди карта. Так, надеюсь, вы, ребятушки, записали тот код, который был. Код доктора Кирка. А я записал. И код у нас там был такой. Тридцать один, четыреста, пятнадцать. Приятный звук, говорящий нам о том, что мы идем в правильном направлении. Фингерпринт дата есть у меня таковые. Да. Requirement дата. Давай-давай-давай-давай. Правда, это отпечатки пальцев с ног почему-то Регина взяла. Ну, видите, он ножными отпечатками пользовался. Лапой своей, видимо, Эдвард Кирк. Да, перезапишем. The card data has been re-right. Так, теперь у нас есть статус доктора Кирка. Ну, все. Теперь мы тут такого кипиша на видео. Тут никакие деньги уже не помогут. Так, и нам все равно с вами надо вниз теперь. Но это давайте мы уже займемся этим в следующей серии. В принципе, нам, ребята, осталось не так долго. Нам осталось только, по сути, собрать инициализатор. И стабилизатор, и запустить, собственно говоря, генератор. И тогда начнется такое. Хо-хо-хо-хо-хо. Вы себе не представляете, что начнется. Но это будет уже в следующей серии. А сейчас я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь. Ставьте пальчики вверх. С вами был Скудер. Всем пока-пока.